Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте в этом выпуске. Каким образом Западная Армения, ставшая целостной Армения, обрела независимость? Представители Западной Армении посетили пантеон Яраблур по случаю дня образования Ассала. Мы работаем, чтобы голос Арцаха был услышан миром. Давид Бабаян. В Араджадзоре поселились 22 семьи вынужденных переселенцев. Армения и Великобритания отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Не случайно Россия разместила свои войска на границе между Арменией и Турцией. Охикян. После годичного перерыва в Джавахке вновь открылся горнолыжный курорт Арагба. 19 января через телекоммуникацию Zoom состоялась онлайн-конференция, посвященная независимости Западной Армении под председательством президента Западной Армении Арменака Абраамяна. Цитируем отрывок из выступления президента на конференции. Уважаемые соотечественники, сегодня мы собрались вместе, чтобы отпраздновать независимость Западной Армении 19 января 1920 года. Напомним, что Асала родилась 20 января 1975 года. И попрошу минутой молчания почтить память Гранта Динку, убитого 19 января 2007 года. После Второй Арцахской войны, после оккупации Азербайджаном значительной части территории Арцаха, Турция и Азербайджан сегодня стремятся к мнимой военной победе на юридическом уровне. Статья полностью доступна на нашем сайте. Январь – очень знаменательный месяц в жизни армянского народа. 19 января 1920 года было де-факто признано государство Армения. Асала была создана 20 января 1975 года, когда Гурген Яникян обратился из тюрьмы к армянскому народу и традиционным партиям. Лишь группа молодых армян откликнулись на призыв Яникяна и объявили миру, что армянский народ жив и никогда не откажется от своих законных прав на требования Западной Армении и от претензий к Турции, связанных с геноцидом. Делегация Западной Армении вместе с представителями армянского народа и бойцами Асала посетили пантеон Ярабулур, чтобы отдать дань уважения нашим героям и сказать, что сегодня весь армянский народ продолжает это священное дело. Еще раз от имени всего армянского народа скажем вечная слава нашим героям. В 2021 году мы распространили 20 документов в ОБСЕ, 15 в ООН и 4 документа в Совете Европы, в которых говорится о гуманитарном культурном геноциде, совершенном Азербайджаном и различных политических вопросах, которые в целом имеют свое влияние. Мы будем продолжать распространять эти документы, чтобы голос Арцаха был слышен во всем мире. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян в ходе итоговой пресс-конференции 2021 года. Как отметил Бабаян, в 2021 году МИД выполнял свои функции, пытаясь сделать все возможное для защиты интересов Арцаха в различных международных инстанциях, а также не оставаясь в стороне от геополитических процессов. Общее количество документов, официальных сообщений, комментариев, распространяемых ведомством, составляет 169, что, я думаю, является достаточно активным процессом, который мы осуществляем, конечно же, вместе с нашими партнерами в Армении и с нашими структурами в диаспоре, что, по-моему, очень важно, отметил Бабаян. Община Араджадзор Мартокерцкого района Арцаха насчитывает 660 жителей. Об этом сообщил глава общины Ваграм Андреасян. По словам мэра, после окончания 44-дневной войны в общине поселились 22 семьи. В школе 129 учеников, детский сад посещают 25 детей. Муниципалитет работает в одном из пустующих домов в деревне. Клинике нужен ремонт, а банкетного зала у нас нет. Несколько месяцев назад была заасфальтирована дорога, соединяющая село с шоссе. Поселок газофицирован, обеспечен электричеством и водоснабжением. Андреасян отметил, что основным занятием жителей села является земледелие. Республика Армения, Великобритания и Соединенное Королевство Северной Ирландии 20 января отметили 30-летие со дня установления двусторонних дипломатических отношений. Армяно-британские межгосударственные отношения были установлены 20 января 1992 года. Армения и Великобритания восстановили межгосударственные дружеские отношения после распада Советского Союза. В 1991 году, когда Армения превозгласила свою независимость, Великобритания признала республику Армения 31 декабря 1991 года. Образование и наука являются не единственными, но важными направлениями армяно-британского сотрудничества. Великобритания реализует ряд программ в этой области. Армения и Великобритания сотрудничают в сфере обороны. Объем двусторонней торговли невелик. Почему встреча представителей Армении и Турции должна длиться долго, если противная сторона на самом деле не намерена идти на мир с Арменией? Другой вопрос – понимает это армянская сторона или нет? Если понимает, то в чем интерес армянской стороны? Если не понимает, то почему она не понимает этого? Об этом заявил аналитик Найриох и Кян. Статья полностью доступна на нашем сайте. Горнолыжный центр в селе Аргавах Алкалакского района работает уже 11 лет. В этом сезоне в центр приезжают любители горнолыжного спорта из разных поселков района и проводят здесь свой активный отдых. Горнолыжный курорт был закрыт прошлой зимой из-за пандемии. После годичного перерыва здесь центр вновь открылся. Лыжный тренер упоминает, что у них есть клиенты всех возрастных групп. Красота природы и привлекательность спорта не позволяет болельщикам чувствовать холод. Дети скользят с большим удовольствием и выполняют все указания тренера. Однако с одеждой у центра большая проблема. Спортивную одежду они не обновляли 11 лет. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром. Субтитры создавал DimaTorzok